МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВОЛЬФ МЕССИНГ шёл по длинному коридору. За ним шагали два солдата охраны Кремля. МЕССИНГ управлял их действиями. Он должен был выполнить приказ Сталина войти в резиденцию вождя незамеченным. Солдаты действительно ничего не видели. Их воля была парализована и принадлежала только одному человеку – Вольфу Мессингу. В доме, где он жил, и по сей день часто слышны странные шаги. Говорят, он не умер, потому что он бессмертен. Ещё при жизни его окружали мифы. После его смерти они превратились в чудовищные легенды. Его называли и шарлатаном, и величайшим прорицателем 20-го столетия. Его тайна так и не была разгадана, и лишь несколько человек в мире не боятся произносить слух его имя. Во время выступления, это было в Тбилиси, я репортаж сделала, и осталось свободное время. Думаю, ты посмотри, многие говорят, мессинг, мессинг, хоть посмотри, что это такое. Билета нет, конечно. Ну, я, конечно, прошла, достала. И сижу, мама, вышел человек, которым я предсказал, вот так, и так, и так. Татьяна Лункина живёт в Лос-Анджелесе. С мессингом она дружила 30 лет. Эмиграцию он предсказал ей за год до своей смерти. Ольга Григорьевич ездил на такие объекты, на которые других не пускали. Но он ехал, как это было принято тогда, в сопровождении НКВД с завязанными глазами. Алексей Мессинг-Поляков. Приставка «Мессинг» его фамилия не означает его кровного родства с пророком. Когда-то Вольф Мессинг спас ему жизнь. Алексей – хранитель истории Мессинга. Вольф Мессинг родился в Польше в семье бедного еврейского садовника. Его отец настолько боялся Бога, что считал, если сын станет раввином, он сможет вымолить у Господа пропуск в рай для всей их семьи. Но маленький Вольф хотел стать путешественником. За это отец его нещадно наказывал. В отмеску Вольф придумывал страшные истории. Они почему-то всегда сбывались. Он стоял в углу и вдруг заорал, говорит, у нас завтра упадет корова. Падет. А на следующий день действительно корова умерла. Когда отец вот это вот как-то пытался понять, он не мог понять, как это он мог им сказать об этом. Тогда он ему отвечает. А ты знаешь, что вот сейчас горит дом в селе таком-то. Типунтия на язык, где ты можешь видеть, это село находится от нас очень далеко. Я знаю, что там горит дом. Проверили. Действительно сгоревший дом. Это были первые пророчества Вольфа Мессинга. Если мы хотим поднять эффект ясновидения у человека, телепатии, вот, мы вот насыщаем человека оксигидратом лития. Таблетки продаются в каждой аптеке. Мы пришли к выводу, что это сонар. Сонар, человеческий сонар. И вот этот человеческий сонар, он очень интересен в этом плане. Понимаете, потому что именно он обеспечивает контакт человека со всем миром. Еще вперед. Вперед, мы. Этих людей называют по-разному. Пророки, маги, телепаты, предсказатели. Их сотни тысяч. Но за всю мировую историю лишь несколько десятков человек действительно обладали даром ясновидения. Он родился не первым ребенком в семье. Рос нормально умным мальчиком. А ему не понравилось это все. Он не хотел быть религиозным. Почему? Вольф Мессинг рос странным ребенком. Ходили слухи, что он водит дружбу с самим дьяволом. Кроме того, Вольф страдал лунатизмом. Идущий в ночи с вытянутыми руками ребенок наводил ужас на всю деревню. Отец Вольфа решил, что всему этому пора положить конец. Вольф подговорил нищего старца сыграть роль божьего посланника, дабы убедить непокорного сына стать раввином. Он увидел его и испугался, а тот ему предрек. Говорит, ты должен идти и учиться выше бот. От испуга Вольф потерял сознание. Очнулся он уже дома и, увидев перед собой перепуганные лица родителей, тихо прошептал. Отец, я исполню твою волю. Маленький Мессинг дал согласие стать раввином, потому что был уверен, его позвал сам Господь. Родители его направили учиться, и он учился успешно. До тех пор, пока однажды не увидел этого старца, все было бы ничего. Но этот старец ему еще и напомнил о том, что он его обманул. Он говорит, ну как ты учишься? Он говорит, я учусь нормально. Он говорит, а ты хоть благодарен тому, что это сделал я? Он так на него посмотрел, он был набожный, думал, что это Бог, но это же не Бог, это обычный человек. И этого было достаточно для того, чтобы он прервал учебу и удрал. Вольф не сможет простить отцу обмана, как, впрочем, по-настоящему не сможет поверить в Бога. Ему было 11 лет, когда он приехал в Берлин. С тех пор Мессинг больше никогда не видел своих близких. Тогда же Вольф понял, что владеет редким даром. Ко мне приходят, как Юрий Лонга, и садятся за стол, рассказывают мне свою судьбу. И я угадываю или не угадываю, а говорю, что у них там случится или случилось. Потом, и только потому, что я имею какое-то свое имя, свой ауру. Если бы я был просто Иванов Петров Сидоровым, не было того контакта, не было бы веры, не было бы доверия. Юрия Лонга называли русским магом. Он был знаменит не только своими сбывшимися пророчествами, но и тем, что называл себя последователем великого Мессинга. В Берлине Вольф стал работать мальчиком на побегушках. Ел раз в три дня и спал на улице. Для ребенка это было равнозначно смерти. Он упал на берлинский мостовой и попал в госпиталь. В госпиталь он попал в морг. Мальчик не подавал никаких признаков жизни. Где вскоре его положили на стол и приготовились к скрытию. Ему очень здорово повезло, что в этот морг пришла группа студентов, изучавшая, так сказать, анатомию. И один из учеников вот этого знаменитого профессора Абеля поднес зеркальце ко рту. Вольф пришел в сознание уже в больничной палате. На его постели сидел мужчина и внимательно на него смотрел. Это был профессор Абель, знаменитый невропатолог. Пожалуйста, не вызывайте полицию, не отправляйте меня в приют, попросил Мессинг. Профессор с удивлением спросил. А разве я это говорил? Нет. Ну, вы так подумали, ответил мальчик. Так профессор Абель первым открыл телепатические способности Вольфа Мессинга. Однако вместо того, чтобы оставить необычного ребенка у себя и изучать его дар, врач продал мальчика в берлинский цирк. В цирке уже была бородатая женщина, сиамские близнецы и безрукий человек, который умел ногами тасовать карты. Мессинг должен был стать гвоздем программы. Его представление заключалось в том, что он ложился в стеклянный гроб и лежал там несколько дней в состоянии каталепсии. Через полгода в берлинский цирк уехал на гастроли. Это было Вене. Он попал к Фрейду. Фрейд узнал о необычном мальчике совершенно случайно. Чтобы познакомиться с ним, Фрейд пригласил Мессинга к себе домой. Кто кого больше интересовал, я не знаю. Но была эта встреча в квартире у Фрейда. И Фрейд настолько был ошарашен этим всем, беседы, знаете, как все, что он пригласил Эйнштейна, который был, кстати, в тех краях. И Эйнштейн был просто удивлен, что он физик, хорошо. А это что такое? Тоже ничего не мог определить, только сказал, что это редкость природы. В середине 30-х Германию захлестнула волна оккультизма. Виной тому было увлечение Гитлера колдунами, предсказателями и телепатами. Мессинг к тому времени уже стал студентом кафедры психологии Вильямского университета. Но продолжал выступать перед публикой. Стали сбываться самые страшные предсказания Мессинга. Кровавые еврейские погромы и начало Второй мировой войны. На одном из сеансов Мессинга спросили о будущем Гитлера. И вот однажды на выступлении ему, видимо, задали вопрос, что же будет дальше. Ну, как всегда, на секунду затормозил себя. И ответил, победа будет за Польшей, победа будет за Советским Союзом. И война кончится вот такого-то числа. Это дошло моментально до высшего начальства. И началась погоня за Мессингом. За голову Мессинга Гитлер назначил невероятную награду – 200 тысяч марок. Вольф Мессинг отныне стал его личным врагом. За Мессингом началась настоящая охота. И однажды на улице его остановил патруль. Кто ты? Я актер. Врешь ты, Мессинг. Прежде чем Вольф успел что-то понять, он получил сильный удар в челюсть. Через час его привезли в гестапо. Когда он почувствовал, что его убьют, ему выбили там зубы предварительно, он решил бежать. Для того, чтобы бежать, он создал такую ситуацию, что все они собрались в его камере. В тот момент Мессинг видел свое будущее. Он чувствовал, что может с ним произойти, если он не выключит сознание фашистов. Один за другим они входили в его камеру. Когда вошел последний, Мессинг запер за собой дверь. Гипноз действует примерно на 75% человек. Полная парализация воли может продолжаться от одной секунды до нескольких дней. Расстояние от парапсихолога до внушаемого значения не имеет. Поднимите руки вот так. И прислушайтесь к ладошкам. Вот смотрите, я проведу. А если я круг сделаю, и у вас на ладошках круг, а в обратную сторону, и у вас в обратную сторону. Чумак собирал на телевизионные сеансы миллионы. Это был самый массовый гипноз за всю историю человечества. Вы посмотрите, чем человек занят. Одни бегают, работу ищут. Вторые заняты воспитанием детей. У третьих проблемы там в учебе и так далее. Человек живет обычными повседневными делами. Но на этом фоне людей есть некоторые, у которых, как бы сказать, обострено или повышено. Вот такие свойства и качества. И вот этот человек, просто как бы сказать, на общем фоне он кажется даже, ну, фантомом каким-то. Феномен чумака изучается учеными Германии. Пять человек из десяти убеждены, что чумак на них влияет. Я вышел на сцену несколько по-другому, чем я обычно выхожу. Очень жестко, энергично вышел, поднял руку. Я говорю, смотрите всем сюда, сюда, смотреть, смотреть, смотреть. Спать. И вдруг я смотрю, процентов 30 зал рухнуло. В отличие от Мессинга, на своих сеансах чумак не читает мысли людей. Его миссия – только энергетическое лечение. В 39-м году Мессинг бежал в СССР. О его приезде стало известно Сталину. Вольф не говорил плохо Сталине. Сталин очень уважал его. Он гордился тем, что Мессинг изо всего мира выбрал Советский Союз. Сталин этим гордился. Их первая встреча длилась 4 часа. Возможно, именно в тот день Мессинг предсказал точный день нападения Германии на Советский Союз. Сталин ему не поверил. Когда я ему как-то задавал вопрос по поводу Сталина, просто, ну, мы же знаем, какие беды были связаны с ним. Тем не менее, я услышал от него такой ответ. Сталин – это умница. Сталин сам был сильным парапсихологом и телепатом. Его учитель – известный мистик Гурджиев. Когда-то они вместе учились в тифлийской семинарии. Сталин необъяснимо влиял на людей. Где бы он ни появлялся, все вскакивали и цепенели. Только одно его изображение могло довести человека до глубокого обморока. Его имя заставляло идти на смерть. А исторический факт доказывает, что однажды, когда Сталин внезапно появился в Большом театре, 27 человек были увезены каретами скорой помощи с инфарктами и инсультами. Мессинг об этом знал. Он знал, что Сталин – один из немногих, кто не может быть подвержен его мистической силе. То, что он мне предсказал, я вообще не могла понять. Я еще ребенком была, фактически. Воспитание-то не сегодняшнее. Те годы. Мне было 15-16 лет. Я фактически считалась ребенком в доме. И когда подходит мужчина и говорит, что ты тут сидишь, девочка. Сначала он сказал, ты красивая девочка. А потом он говорит, что ты сидишь. Я говорю, вот меня в кино должны снимать. Надо было видеть его глаза. Он как-то вздобился весь, говорит, нет, ничего уже не будет. Чего не будет? Ради чего ты пришла, уже ничего не будет. Первая встреча Мессинга с Татьяной произошла 19 июня 1941 года. Через три дня началась Великая Отечественная война. Это была внезапная война, вероломное нападение. Но о ее начале Сталин знал. Ровно за год до этого рокового дня Мессинг его предупредил. Сталин был вне себя. Он приказал немедленно доставить Мессинга в Кремль. Он называл его шпионом Гитлера и грозил расстрелом. В этом документе зафиксированы фамилии всех, кто в этот день был в Кремле. Поминутно записан вход и выход каждого. Мессинга в этом списке нет. Его привезли в Кремль тайно, и надежды на то, что он выйдет отсюда живым, практически не было. Но час спустя Мессинг уехал. Уехал выполнять приказ Сталина. Он говорил об одном, что я умею держать язык за зубами. То есть он тайну хранил свято. Ту тайну, которую ему доверили. Независимо от того, посторонний человек или государство. На следующий день после своей второй встречи со Сталином Мессинг уехал в Новосибирск. В командировочном удостоверении Мессинга было написано преподаватель. Может быть, он кого-то подготавливал из разведчика. В Новосибирске ведь была школа, где подготавливались разведчики. Два года о Мессинге ничего не было известно. Его немногочисленные друзья были уверены. Великого пророка уже нет в живых. Но в 43-м году из Новосибирска пришло известие. Состоялось публичное выступление Мессинга. На нем он назвал точную дату окончания войны. 9 мая 1945 года. В том же году Мессинг с триумфом вернулся в Москву. Ему было присвоено звание профессор психологии. О нем был снят киножурнал. Единственные кадры хроники, которые доказывают, что Вольф Мессинг не фантом. На Энском аэродроме состоялась передача Красной Армии самолета, купленного на личные средства профессора Вольфа Григорьевича Мессинг. Самолет принимает герой Советского Союза капитан Ковалев. Из далекой Балтики прибыл прославленный летчик, чтобы принять на вооружение авиации Балтийского флота новую машину. Этот самолет был как заколдованный. Сотни раз прославленный летчик Ковалев прощался с жизнью, но самолет с надписью Вольф Мессинг за победу снова и снова возвращался на аэродром. Для фашистских пилотов слово Мессинг стало ассоциироваться со словом Смерть. 31 сбитый немецкий самолет на боевом счету Сталинского Сокола. Профессор Мессинг от всей души желает победного пути пилоту. В этом же киножурнале коротким кадром мелькнула и благодарственная телеграмма от Сталина. И вряд ли кто-то тогда в победной эйфории обратил внимание на эти слова. Ваше желание будет исполнено. Сталин свое слово сдержал. Он действительно исполнил желание Мессинга. Опросил Мессинг Сталина только об одном. Никогда больше не искать с ним встреч. И никогда больше не давать никаких секретных поручений. Мессингу просто хотелось жить. Ездить со своими выступлениями по стране, иногда даже выезжать за границу. Купить квартиру, машину, в конце концов обзавестись семьей. Но в 1952 году по делу врачей арестовывают нескольких близких друзей Мессинга. Публичные процессы, репрессии, волна антисемитизма заставляют Вольфа Мессинга нарушить слово. Он приезжает к Сталину на дачу в его резиденцию в Кунцево. Это была третья, последняя встреча пророка и вождя. Мессинг вошел в кабинет Сталина. И тот недобро усмехнулся. Я знал, что ты сегодня ко мне придешь. Ты пришел просить за своих друзей евреев, но я не стану помогать им. Вас всех ждет одна и та же судьба. И тебя тоже. Но ведь ты предсказываешь будущее. Ты знаешь, когда ты умрешь? После вас, товарищ Сталин. Значит, тебе известно, когда умру я? Спросил Сталин. Вы умрете на еврейский праздник. Очень скоро. С этими словами Мессинг вышел с кабинета вождя. Спустя 20 часов Сталина найдут лежащим на ковре. Он был обездвижен и не мог говорить. Через сутки Сталин умер. Мессинг смотрел на приспущенные флаги с траурными лентами и его охватывал ужас. Мессинг не хотел думать, что именно он причастен к смерти Сталина. В тот момент, когда он предсказывал Сталину смерть, в нем не говорило ничего, кроме ненависти к человеку, который пытался уничтожить его народ. Но после смерти Сталина жизнь Мессинга тоже оказалась на волоске. Сталин умер. И перья вроде бы рвался. Занять место, насколько я знаю, там очень серьезная была попытка. Вот, вождя. То Берия очень и очень стремился увидеть, где Мессинг. Его Берия искал, и он скрылся. Берия метался. Или он хотел его спросить, или он хотел его уничтожить. Бог его знает. Мессинг скрывался до тех пор, пока Берия не был арестован. Сталин еще лежал в мавзолее, когда началось развенчание культа его личности. Именно по этому поводу в Кремль Мессинга однажды вызвал Хрущев. Ярый атеист Хрущев просил пророка о невероятном. Сказать, что к нему, к Мессингу, по ночам приходит дух Сталина и просит, чтобы Мессинг передал приказ убрать его из мавзолея и похоронить по-человечески. Мессинг Хрущеву отказал. С миром мертвых я не общаюсь. И Мессинга, наконец, оставили в покое. Он снова стал ездить по стране и выступать сеансами гипноза. Вольф Мессинг в то время, в те годы, это просто героическая личность была, которая не испугалась выйти на аванс-сцену, выйти на цвет рампы, владея такими интересными технологиями, такими наблюдениями интересными. Ведь он практически мог почище цыганского гипноза грузить любого и каждого. Понимаете? Просто молниеносный гипноз, так называемый. Сеансы Вольфа Мессинга происходили следующим образом. Он выходил на сцену и просил, чтобы к нему поднялись несколько человек из зала. Эти люди на время выступления должны были встать своего рода комиссией, следящей за правильностью ответов пророка. Эта же комиссия отбирала самые интересные вопросы и задания, которые присылали зрители. Хозяина записки Мессинг вызывал на сцену, брал его за руку и вещал. Правильность задания под оглушительные аплодисменты публики подтверждал один из членов комиссии. Он был магом с великолепными, гениальными актерскими способностями. Не все поддаются магическим воздействием. Например, у Вольфа Мессинга могло быть 70% под его влияние попадать, 30% нет. И вот он выбирал из зала. В нашей работе, в нашей профессии, это не снисхождение. Это сумасшедшее сочетание генов времени, сознания, подсознания и так далее, и тому подобное. То есть такое чертовское сочетание каких-то извилин в мозгу, каких-то генов, и вдруг вспышка. Рождается аномальное, именно аномальное явление. Как было с Вангой, которая была очень сильной, ясновидящей. Евангелия Димитрова, или как ее обычно называли Баба Ванга, жила в Болгарии. Всемирная популярность, непостижимый дар и профессия предсказательница создали вокруг нее столько легенд, что сегодня трудно понять, где правда, а где вымысел. В отличие от Мессинга, которому дар ясновидения был дан с рождения, Ванга стала провидицей после сильнейшего удара молнии. Девочка ослепла, а вскоре оказалось, что она стала обладать невероятным пророческим даром. Ежедневно Ванга принимала до 120 человек в день. В отличие, опять же, от Мессинга, она никогда не проводила массовых сеансов, а общалась с каждым, кто к ней приходил, только один на один. Проанализировав более 5000 предсказаний Ванги, ученые пришли к выводу, что у нее не было случайных угадываний. Пророчества Ванги сбывались в 80% случаев. Мессинг в бога не верил, объяснение своим способностям пытался найти в себе самом. Ванга же считала, что дар предсказательницы данги высшими силами. Мессинг старался не входить в контакт с умершим человеком. Ванга была проводником между живыми и мертвыми, причем контакт был двусторонним. Обе стороны могли и спрашивать, и отвечать. Ванга читает мысли на расстояние, для нее не существует предела дальности. Нет для нее и языкового барьера. Она избегает предсказывать политические события. А Мессинг находится в самой гуще политической жизни страны. В 62-м году мир стоял на грани Третьей мировой войны. На сей раз вступили в схватку Соединенные Штаты Америки и СССР. Причина кризиса – советские ракеты с ядерной начинкой, нацеленные на США и размещенные на территории Кубы. Государство, с которым Америка прервала дипломатические отношения еще в 61-м году. Вольф Мессинг передал Хрущеву записку, в которой было три слова. Вы не воин. Раздраженный Хрущев записку выбросил. Вопрос стоял. Будет мир или нет? Больше всего боялся повторения того, что мы когда-то сделали. То есть убили Фердинанда, а началась мировая война. 22 октября, в день публичного обвинения Хрущева Кеннеди, Вольфа Мессинга привезли в Кремль и приказали посмотреть в будущее. Он в состоянии каталепсии, когда, как это проверяется? Проверяется, что отсутствует пульс, зрачки сужены, человек бездвижен, холодеет. В этом состоянии на груди ему положили кусок бумаги, и он написал «Мир будет». Последняя встреча Мессинга с Хрущевым произошла летом 64-го на даче генсека. Мессинг предупредил Хрущева о том, что у него хотят отобрать власть. Генеральный секретарь не поверил пророку, а через несколько месяцев Хрущева сняли. Ему на смену пришел Леонид Брежнев. К разного рода предсказаниям Брежнев относился еще более скептически, чем его предшественник. И о Мессинге в Кремле больше никогда не вспоминали. В холодном и снежном 70-м году, глядя по телевизору, ноябрьскую демонстрацию Мессинг мрачно произнес. Через 20 лет у этой страны не будет даже памятников. И это было последнее политическое предсказание великого пророка. А сам он продолжал жить своей жизнью. Мессинг гастролировал по стране, и на всех выступлениях телепаты окружали экзальтированные поклонницы. Он любил женщин. Он умел с ними кокетничать. Но по-настоящему пророк любил только свою жену. Она Рапопорт, он Мессинг. Познакомились они на его вечере. Она подошла и сделала замечание ведущей, что это классический номер, почему он так расфуфористый одет. Она говорит, а вы что предлагаете? Она говорит, я считаю, что надо. Вот вы и делаете это. И она стала его женой. А Эдра Рапопорт была женой Мессинга 15 лет. Она была единственным человеком, который действительно мог на него влиять. Я не знаю, кто кого укращал, он ее или она его. Она как, скажем, вольфочка. Все, он готов. Он же котенок. Он ее иначе не называл Аидочка. Он был чудесный человек. Мессинг предсказал жене день и час ее смерти. Она умерла от рака. И это был самый страшный период в жизни пророка. Не было ни разу, чтобы мы навестили покойную жену, памятник красивый, но его я сделала выше, чтобы он не пригласил Кантера на отпевание, но молитву. И он обязательно слезился. Немного, но слезы появились. Он смущенно уходил, так паржи. Такой чувствительный был. Натура очень постоянная. После смерти жены Вольф Мессинг год не выходил из дома. Он не хотел ничего слышать о выступлениях. Он никого не хотел видеть и даже, кажется, утратил свой великий дар. В этот период он много думал о смерти, но размышления его носили отнюдь не философский характер. Мессинг стал панически бояться умереть. Панически бояться того, что может его ожидать по ту сторону жизни. Он все еще говорит о том, что не общается с миром мертвых, но его слова звучат все менее и менее убедительно. Умирает моя бабушка. И мама сидит у гроба, и уже сил нет от бессонных ночей. Наша бабушка очень тяжело умирала. И она скурнула. Потом пришла в себя. Ой, ой, что случилось, мама? Мне бабушка сейчас приснилась. Бабушка приснилась. Как бабушка? Она же еще лежит тут. Она говорит, детенька, не клади меня в воду. Что это означает? Ольга Гурович говорит. Увидите. Делай так, как хочет она. Пришли могилы выкопаны, три четверти воды были. Лицо Мессинга исказил неподдельный ужас. Увидев могилу, наполненную водой, пророк закрыл глаза и покачал головой. Значит, есть какой-то тот цвет. Значит, есть какие-то... Что-то после смерти. И когда я сказала вам, Григорьевич, вообще более подробно, как это было, это вы сомневаетесь. С годами у Мессинга появилось огромное количество фобий. Он боялся переходить через дорогу, боялся темноты и грозы. Он все чаще стал говорить о том мире, мире мертвых. Но когда его просили, чтобы он вышел на контакт с умершим человеком, Мессинг приходил в дикую ярость. Я не имею права нарушать эту границу раньше времени, иначе меня ждут вечные муки, говорил пророк. И он верил, что умирает только физическое тело, душа вечно. Мой старший брат, он умер. И мать не могла себе найти место. Она просто убивалась. Она сидела перед фотографией, она с ним разговаривала. И в какой-то момент я приехал к матери, И вдруг появился вот этот образ брата. Ну, материально он появился. Она говорит, слушай, это объясни мать или нет. Ну, невозможно, я не могу уйти. Она держит меня. С умершим братом Алан Чумак контактировал почти два года. И когда мать немножко успокоилась, вот я с матерью говорил очень многое. Она перестроилась немножко. И вот произошла наша последняя встреча с братом. разговор. Он говорит, ну, я теперь могу уйти. Потом Чумак много раз пытался поговорить с братом, но он больше к нему не приходил. Все, он исчез. По версии Алана Чумака, мира мертвых не существует. Есть некий параллельный мир, куда мы все уходим. Мы живем вторую жизнь. Мы живем это. Вот мы уже прожили, а потом мы еще живем. И вот эта жизнь как бы нами, так сказать, воспринимается. Не за этим ли подтверждением вечной жизни обращаемся мы к предсказателям? Кто занимается, так сказать, ясновидием, они ходят в прошлое. Они ходят в прошлое. Ты пришел к ним весь согнутый. А он говорит, посмотрел тебя, говорит, кого ты хоронил полгода назад? Хоронил. Кого? Брата хоронил там. Кого ты из родственников? Ну вот, говорит, гроб трогал? Трогал. Родного трогал? Трогал. Есть старое поверье. Нельзя родным, вот чисто родному человеку, нести своего родного человека к могиле. Нельзя. К концу своей жизни Вольф Мессинг вдруг осознал, что жизнь его прожита, но на этой земле он после себя ничего не может оставить. Он не желал использовать свой дар во зло. И пророк стал пытаться своими предсказаниями исправить хотя бы жизни близких ему людей. В жизни Татьяны сбылись все предсказания Мессинга. И сын, известный в Америке врач, и огромный дом, и безбедная старость. Мессинг предостерег Татьяну от возможного брака, который принес бы ей только разочарование. «Девочка, ты до самой своей смерти будешь красавица, только всегда обо мне помни и никого не слушай». Эти слова для Татьяны, как оберег пророка. Она уверена, не будь в ее жизни Мессинга, все сложилось бы по-другому. Пророк когда-то, в 41-м году, выбрал ее со своим предсказанием войны не просто так. Ведь Мессинг ничего в своей жизни не делал просто так. Мессинг, он себе любил говорить, или всегда говорил в третьем лице, Мессинг не должен совершать ни одной ошибки. Это ему не простится. Когда ему все удавалось и очень здорово, я говорил, а, какой я! «Какой я Больф! Какой я Мессинг!» То есть у него вообще синоним «Мессинг» было примерно так же, как у Сталина. Сталин ведь подразумевал не себя, а тот образ, который создал Джугашвили. Ты знаешь, говорит, мне кажется, что если бы я родился в те годы, в то время, когда Иисус Христос родился, наверное, я был бы тоже Иисус Христос. Но я же человек. Алексей Мессинг-Поляков считает себя названным сыном Мессинга. Однако в приставке «Мессинг» его фамилии отсутствует буква «Г». Алексей боится, что его начнут ассоциировать с пророком и посчитают, что вместе с фамилией Мессинг передал ему и свой дар. В начале 90-х сбылось последнее политическое предсказание пророка. Через 20 лет у этой страны не будет даже памятников. Они были разрушены вместе со страной, которая когда-то приютила пророка и которую Мессинг так и не смог до конца понять. Многие люди, которые серьезно занимались политикой и так далее, обращались к нему с вопросами. Я думаю, что, может быть, и Михаил Сергеевич был, и Ельцин. Осенью 74-го Мессинг уезжал из этого дома в больницу. Он не мог скрыть ни страха, ни отчаяния. Бросив последний взгляд на свое окно, Мессинг что-то сказал по-польски. Пророк не надеялся ни на Бога, в которого не верил ни на врачей. Его могли бы спасти. Его могли бы. У выхода он остановился так, с тревожным посмотрел. Так он весь был. Аксульский, вы что-то забыли? Ну, на счетку там, бритон приводит. Я больше сюда не вернусь. И ушел с опущенной головой. И больше не вернулся. Мы попали в эту квартиру после того, как органы нас пригласили. Я, Валентина Осиповна, соседка по дому. И два человека из органов. Близким Мессинга ничего не разрешили брать из квартиры. С большим трудом Татьяне удалось убедить сотрудников КГБ, чтобы они отдали ей небольшую часть фотографий. Все рукописные предсказания пророка, его документы и личные вещи бесследно исчезли. Когда Вольф Григорьевич умер, первое, что у нас окружающих, близких людей, была мысль мозг. Я тут же связался с помощью мамы с профессором Крымским. Это был профессор-патологоанатом во Второй Градской больнице, в Первой и Второй Градской. И мы с ним договорились о времени. Я приехал в больницу, в морг. И я присутствовал при вскрытии Вольфа Григорьевича. Мозг, к небольшому разочарованию, оказался совершенно обычным. Никаких структур не было необычных ни снаружи, ни внутри. И мы попросили его сохранить мозг. Я лично сам в банке с формалином отвез в спирте. Отвез его назад в институт Бакулева. И оттуда потом его переслали в институт мозга, где он, насколько я знаю, до сих пор хранится. Ученые еще несколько раз брались за изучение мозга Мессинга. Данные их исследований были строго засекречены. И, быть может, тайна пророка все-таки разгадана. И хранится она сегодня где-нибудь на Лубянке. Вольф Мессинг, конечно, это феноменальный человек, феномен. Вольф Мессинг совершил в своей жизни сотни чудес и сделал тысячу предсказаний. Он всю жизнь страдал от чужих мыслей и боялся стать придворным предсказателем. Он все время говорил мне, придет время обо мне вспомнить. Стартап, это сам по себе. Мне только обидно, что я ухожу с этого мира, и меня не разгадали. Я же просила, за свои деньги сделайте лабораторию. Я сам хочу знать, что со мной происходит. Почему я чувствую, чувствую. Почему я чувствую, почему я переживаю, почему я... Много чего почему. После смерти оказалось, что пророк был одним из немногих советских миллионеров. На его сберкнижке хранился ровно миллион рублей. Но эти деньги были арестованы государством. И на этот недорогой памятник деньги собирали Татьяна и Алексей. После смерти Мессинга его имя стало почти запрещенным. И, быть может, по его рукописным предсказаниям наша страна живет и сегодня. Он не хотел делать мир хуже, но и не мог сделать его лучше. Возможно, было бы правильно, если бы он все-таки стал Рафином. 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 Продолжение следует...